Мы знаем, вы слушаете. Радио Болткома. Утро на Болткоме. Да, снова доброе утро. Мы продолжаем утро на Болткоме. Александр Шунин и Абби Келкин с вами. К нам подключились профессор, детский инфектолог, президент Латвийской Ассоциации Педиатров и декан факультета резидентуры университета Страдания Илза Гропа. Доброе утро. Доброе утро. И профессор, проектор Латвийского университета Валды Сегинш. Да, Сегинш. Доброе утро вам. Доброе утро. Здравствуйте. Почему мы беседуем с двумя профессорами? Потому что на этой неделе в детской больнице состоится научная конференция. Ее организаторы, в том числе Латвийская Ассоциация Педиатров и организация Глабриет Бернус «Спасайте детей», в общем-то. И конференция будет посвящена влиянию COVID-19 на детей о правах и обязанностях, как это указано в названии конференции. Поэтому, уважаемые гости, поясните, пожалуйста, действительно, почему так важно именно сейчас провести такую конференцию, что планируется обсудить, какие выводы могут быть сделаны и какие конкретные решения последовать за вот этим обсуждением. Да, спасибо за вопрос. Я думаю, что я начну, и профессор меня пополнит, дополнит. То есть, почему важно насчет этого говорить? Мы довольно-таки много говорим и читаем насчет влияния COVID-19, прямого влияния на здоровье детей. И мы ясно знаем, что начиная с конца 2019 года с альфа-барианта до сегодняшнего дня, до омикрона, это заболевание оставляет какой-то след в каждой жизни жителя планеты, в том числе и в жизни детей. Насчет прямого влияния, мы знаем, что это острые заболевания. Обычно у детей протекает не особенно тяжело, больше как респираторная инфекция, но и у детей бывают тяжелые формы, например, синдром мультисистемного воспаления или долгий COVID. И никто на данный момент не может сказать, через какое-то время, какое будет влияние этих заболеваний. Как это проявится через год, через два, через десять? Как это будет влиять на развитие нашего общества? Какие будут люди, дети, когда они вырастут? И как это повлияет на наше будущее? Явно, что вот эти неприимные влияния, они обследуются, но, наверное, недостаточно. Дети, бывает, теряют родителей. Ухудшается познавание в школе. Отдаленное обучение, конечно, имеет большое влияние на детей. Надо говорить о физическом здоровье детей, то есть долгие часы, проведенные у компьютера. Влияние на зрение детей, на физическое здоровье. Появляются плохие навыки кушать правильно или неправильно, можно так сказать. Дети, вероятнее всего, при домашнем обучении, долгое время проводятся компьютером, они хорошо не кушают. То есть родители на работе, дети едят то, что они сами могут взять. И надо смотреть на те семьи, у которых, может, не хватает финансов на хорошее питание. Надо говорить еще о другом, о домашнем насилии. Когда долгое время люди, у которых в ежедневном случае очень хорошие отношения, но они долгое время проводят месть, заключенные в одном помещении, то есть родители и дети, они начинают ссориться. И там мы можем говорить, ну это пишется в всем мире о возрастании физического и психоэмоционального насилия в семьях. Еще много-много факторов, которые могут повлиять на здоровье населения в целом. И потому мы думаем, что, наверное, последняя ситуация, что время собраться вместе, ученым вместе с правительством выработать такой долгосрочный план действия. Я думаю, что профессор меня пополнит. Да, господин Сеглин, есть ли какие-то уже наметки конкретных решений? Нет, вот давайте мы все-таки поставим больше задач, чем решений, да, потому что в части науки, да, это больше постановка самых вопросов, да, и их самое оглашение, или их, ну, самое, поставить на острие, да, но не решать, да, потому что, ну, с самого простого начнем, что, ну, сам кризис, да, нас достал врасплох. Мы просто никто в мире не был готов к кризису, да, то есть вот первая задача, в общем-то, это самое, готовиться к следующим кризисам. Они были, они будут, да, и просто нужно быть им готовы. Не то, что было у нас в последние два, ну, еще третий год уже. Да, то есть, вот это первое, я бы сказал. Второе, это самое, что в течение этих лет там много чего сделано, да, и это самое, мы сейчас прогнозируем, сколько будет заболевших, сколько, самое, так или иначе, да, пострадает, ну, самое, от болезни, да, сколько в больницу попадет, вот, вот, и переход был, да, это самое, посмотреть налево и направо, а восьми мы как-то проскочим, да, это самое, вот, преодоление кризиса до сих пор, да, ну, сейчас на моделирование пошло, но все равно это по отношению заболевших, да, но что происходит в самом обществе внутри, да, и насколько многослойная и гранная она, как такова, да, оно стало за вопросительным знаком, и там налево и направо, да, посмотреть-то не удалось в течение этих лет, да, и часть из этого самого общества, да, конечно, дети, да, мы много чего говорим, да, что вот детям тут лучше всякое такое, да, но все-таки, это самое, мы за ними, это самое, так и не проследили, да, это самое, мы смотрим, да, по разным группам населения, так скажем, по отраслям народного хозяйства, самое разное, да, но дети как-то остались, ну, сам по себе, при себе, и в результате это самая часть населения, которое связано, или непосредственно связано с детьми, да, оно осталось вне, ну, круга зрения, да, в результате, да, мы получаем детей, которые не получают достаточного, это самое, внимания и признания, да, и они в своем пузыре сидят, да, и эта самодаленка, которая у нас, это самое, тут и везде в школе, и вокруг, да, их делает нос совершенно другими, да, и они отчуждаются, да, и по количеству, это самое, там, там, знаний, да, или навыков, да, или вообще готовности к жизни таковой, да, мы просто теряем это поколение, мы просто теряем, и это опасно, это опасно. Понятное дело, что каждый делает на свой лад, да, все, что может, да, и вместо того, чтобы, это самое, прислушиваться, да, детским врачам, педиатрам, да, прислушиваться, да, мы слушаем это самое, что в соцсетях, да, или там у матери гуглить, спрашивают, да, до того, как что-то пошло, да, но опасность в том, что мы теряем поколение, мы идем туда, не доизучая или не понимая, что происходит в головах детей, да, и что с ними будет в будущем, да, и это не, ну, это многослой, когда-то много самых разных аспектов, чего нужно было смотреть, и это начато, да, это начато, и многие, да, этому, ну, готовились, да, и в течение этих лет свои исследования проводили, да, но понимать все это вместе взято, и так никак не получилось, да, и вот крик пошел, крик души, да, это спасите детей, да, которые призвало, да, смотрите с разных точек зрения, да, все это, да, что мы действительно сами знаем, да, и чего мы не знаем, да, то есть вопрос конференции самой такой, да, показать, что мы знаем и что нужно было знать, но мы это узнаем в течение самой конференции, да, и тут нужно участвовать и то, что, то есть по разным причинам, да, получилось, что мы живем в разном информационном пространстве, да, и понимаем то, что, ну, на душе у кого, да, самое, получается, ну, самое в разные стороны уходит, да, вместе взятых никак не получилось, поэтому конференция, как таковая, да, она и предусмотрена, да, чтобы она была, ну, сама как на алтышском языке, так на русском языке, да, чтобы она была доступна и материал был доступен всем, в том числе и те, которые не пользуются дигитальным технологиям, да, и спасибо вам, что это самое вы готовы выслушать, да, то есть это все будет, да, но самих решений, да, новая конференция не предусматривает, да, потому что просто-напросто мы должны сперва друг друга услышать, поскольку мы тут по своим квартиркам, да, как многоэтажка, да, тут разные отрасли, разные исследователи, да, свое делают, да, а самое вместе взятых так не получилось, по нашему мнению, да, это неправильно, да, и скорее всего, да, нужно было бы прислушаться к этому, да, и все-таки увидеть эту команду, да, самых разных людей, которые бы могли, без исследований, да, самого общества, и в первую очередь детей, да, прислушиваясь педиатров, да, и ассоциации педиатров, да, которые, ну, одно из основных, которые эту самую тревогу тут бьет, да, это самое, ну, все-таки идти к этому, да, а то мы вроде друг друга слышим, но все-таки не слышим. Да, вот такой вопрос, который не могу не задать, понятно, что вы сказали, что это задачи, которые нужно поставить, вопросы, больше вопросов, чем ответов. Вот еще один вопрос, ведь когда мы говорим, что мы два года уже находимся вот в этой пандемии, но самое ведь, наверное, печальное или сложное, что на этом все не закончилось, да, вот мы сегодня ведь не можем сказать, может быть, мы через год опять встретимся, будем надеяться, что встретимся, и будем говорить, вы знаете, вот мы уже третий год живем в пандемии, да, ведь, наверное, надо еще подумать о долгосрочном, не знаю, существовании, вот с этим ковидом, в том числе и детей, что ведь если это все не закончится, то надо же думать, какие будут еще дальше последствия. Профессор, пожалуйста, микрофон включите. Да, я извиняюсь. Да. Если смотреть назад в прошлое, да, и до сегодняшнего дня, мы, наверное, делали правильно. Мы делали правильно, решая те вопросы, которые острые, которые уносят жизнь. И мы в какой-то мере за эти два года уже научились с этим вирусом. Мы понимаем, что там изоляция, там маски. Если будет такая ситуация, мы будем действовать так. Но на данный момент у нас уже, наверное, хватает времени и знаний что-то делать насчет будущего. Да. И как раз насчет этого мы и будем в конференции говорить, мы будем делиться этим знанием, которые на данный момент есть. Мы будем для общества давать информацию, которую мы знаем, может быть, которой на русском языке все-таки, мне кажется, что не хватает для общества. и будем говорить насчет того, какие будут следующие шаги и как нам защитить наших детей, как им помочь иметь счастливое детство. Вот интересно, когда мы говорим о постковиде, чаще всего мы имеем в виду реабилитацию уже людей взрослых, пожилых, но вполне возможно, что потребуется какая-то длительная реабилитация и медицинская, и психологическая, и детям тоже. Я понимаю, что так вот сложилось, что это особенность вируса, что все-таки дети все-таки в большинстве своем болеют легче, чем взрослые, но тем не менее могут быть и отдаленные последствия. Но последствия не только медицинского характера, психологического, и социального, и какие угодно. Ну, как раз мы с профессором оба и говорим насчет этих психологических последствий, которые, наверное, по-другому образуют наше будущее. поколение, да? Как это будет, никто не может сказать. Но явно, что там столько факторов. Мы знаем, как мы сами себя чувствуем. Мы боимся. Мы боимся. Это самое, наверное, первое чувство. И у врачей мы тоже боимся. Мы работаем, мы изучаем, мы учим, но мы боимся. Дети тоже боятся. И я думаю, что для них тоже не хватает информации об COVID. Да, то есть, может быть, родители что-то им поясняют дома, но что в среднем человек, который не связан с медициной, может пояснить. Я думаю, что у нас не хватает информации для детей. Это правда. И я так понимаю, что в будущем может быть и появятся какие-то дальнейшие исследования и по, не знаю, психологии. Потому что сейчас, с одной стороны, вроде бы понятно, что если большая заболеваемость нужно переводить на удаленку, с другой стороны, мы видим, что касается омикрона, что, видимо, переболеют все. И действительно, тоже вопрос, стоит ли опять запирать детей дома у компьютера условно говоря? Знаете, такое решение не может принять ни педиатр, ни профессор. Мы, наверное, не те люди, которые принимают такие вопросы. Это вопрос эпидемиологов. Но явно то, что эта инфекция протекает легко. Это 2-3-4 дня респираторной инфекции. Это ларингит с охриплым голосом. Не тяжелая. И, конечно, если читать то, что пишется в мире, то много ученых пишут, что надеются, что это даст такой глобальный иммунитет и, может быть, это может быть концом пандемии. Это мы не знаем. Мы только можем гадать. Я бы сказал, одно дело, медицинский диагноз, это самое чистое здоровье. Помимо физического здоровья, которое можно все-таки преодолеть в течение 3-4 дней, надеюсь, еще быстрее, то долгосрочные эффекты все равно остаются в первую очередь в голове ребенка, который в этих условиях, где жизнь сама по себе не устроена, не благоустроена. Родители приходят нервные все, 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 ну и ребенок еще под ногами плетется. Ребенок требует свое внимание, свое впечатление, он требует свое время. Я действительно прошу всех родителей и бабушек и всех подряд действительно найдите время для детей, они остались без этого внимания. И это будет долгосрочный эффект. Тем более, что это все поощряется дигитальным технологиям, ребенок сидит в своем телефоне или компьютере, он в своем пузыре, он отчуждается от всех, в том числе от родителей. В результате он абсолютно другим становится и это опасно для общества. Это просто опасно для общества, что же будет в будущем. Тем более, что у него тут масса самых разных возможностей попасть в канаву, то есть выслезнуть и удержать его в русло, мотивировать его действительно учиться и просто-напросто жить в своем возрасте в определенных нуждах, это очень сложно. Мы должны призывать общество все-таки открыть глаза. Мы знаем благосостояние шусликов и птиц вокруг, но не тоннг у нас ежегодный и все что угодно. Как чувствует себя ребенок дома и ребенок в обществе. Мы как-то упустили. Это не значит, что другого не нужно. Но все-таки как ребенок чувствует себя. потому что сейчас чисто экономически наше благосостояние сегодняшнее базируется на займах. Кому-то их придется отдавать. Это не мое поколение. Это будут обязательно дети. И так мы приходим к очередному выводу. Гораздо сложнее и гораздо более ответственность, один ученый или ограниченное количество ученых может подсказать как лучше поступить. И не дай Бог, действительно все общественные процессы дойдут до того, как ими должны будут заниматься врачи. Педиатры делают свое дело как они могут. И ассоциации все это поддерживают. Но это уже крайний случай. До того. Много чего нужно делать самой семье, чтобы прислушиваясь педиатрам, все-таки не попасть в прием педиатр. Вывод один. Пандемия или не пандемия, дети нуждаются в любви, дети нуждаются в заботе и прежде всего во времени. Время как раз-таки нам, к сожалению, завершать этот эфир. Мы благодарим профессора детского детского инфектолога и президента Латвийской ассоциации педиатров и профессора Валдеса Сеглинша, проректора ЛУ. В среду совместно с организацией Глаба Двернос и ассоциацией педиатров Латвии состоится конференция о влиянии COVID-19 на детей. Предварительно о том, что ожидается в программе мероприятия, мы поговорили только что. Конечно же, мы в нашем эфире обязательно подведем и итоги этой конференции. Огромное спасибо и хорошего дня. В завершении утра на Болткоме хочется еще об одной такой новости. Новость о новости. Сегодня в полн. 12 начнется заседание группы кризисного управления в туристической отрасли. Представители этой отрасли были на прошлой неделе у нас в эфире. Так вот, профессионалы от туризма могут потребовать все-таки отставки министра финансов Яниса Раерса и министра Здоровья Даниэля Павлюса. Следим за ситуацией и в эфире Радио Болтком и на портале MixNewsLV. Утро завершается. Наша работа продолжается. Хорошего дня. Всего доброго. Вы слушаете Радио Болтком.